Почему не стоит верить 30-дневным метрикам? Метрики в бизнесе нужны не только для отслеживания количества посетителей вашего сервиса. Их главная цель – помочь в принятии правильных решений, а также указать на причины существующих проблем и пути их устранения. В последнее время все большую популярность набирают 30-дневные метрики. Многие пользуются данным аналитическим инструментом, но далеко не все понимают его опасность. Эти метрики прячут от вас текущие проблемы за кучей аналитических данных, не имеющих никакого временного контекста. А без этого контекста вы просто не сможете понять истинное положение дел и ответить на вопрос, что происходит с вашим бизнесом здесь и сейчас. Для анализа обычно используются три вида временных метрик – historic таймфрейм или исторические метрики, например, с 1 по 31 июля, x-to-date или метрики с указанной начальной датой, например, с 1 августа и по настоящее время, и rolling time frame или 30-дневные метрики, данные за последние 30 дней. В исторической метрике заданы начальная и конечная точки отсчета. Промежуток для сбора данных может быть равен месяцу или целому году. Они помогают оценить уже прошедший период времени, по которому у вас есть все необходимые данные. Примером может служить метрика с названием «каков был рост бизнеса в 2014 году». Метрика с указанной начальной датой отличается гибкой конечной датой сбора данных. Минимальное количество продаж, каскадные графики роста и большинство целей отображаются с помощью данной метрики. Что касается 30-дневных метрик, их начальные и конечные точки могут смещаться. Новая информация все время добавляется в отчет, но обозреваемый вами период времени постоянно меняется. В каком-то смысле эта метрика противоположна предыдущей. В сегодняшнем выпуске мы подробно рассмотрим, почему 30-дневные метрики хороши в теории, но бесполезны в практическом плане. Метрика с фиксированной начальной датой. X-to-date метрика служит для того, чтобы продемонстрировать, как менялись ваши показатели в течение месяца и дать возможность сравнить их с показателями за предыдущие 30 дней. В начале каждого месяца вы обнуляете данные, чтобы упростить процесс сравнения. Кроме того, вы можете сравнить показатели не только за месяц, но и за любой выбранный период. На этом графике рост прибыли за прошлый месяц выделен оранжевым цветом, а за текущий – синим. В данном примере по показателю регулярного месячного дохода результаты в этом месяце хуже, чем в предыдущем. График заканчивается 25-м числом. Плавающая метрика роста. 30-дневные метрики обновляются каждый день, и именно его берут за точку отсчета. Это не влияет на регулярный месячный доход, но существенно меняет скорость роста. При таком сценарии рост в день – D – это процент от роста, который был D 30 дней назад. На данном графике регулярный месячный доход выделен синим. Зеленым отмечена ежедневная скорость роста. Чтобы ее измерить, в первый день необходимо проверить, чему был равен показатель регулярного месячного дохода 30 дней назад, и с помощью этих данных рассчитать скорость роста. Но метрика все время сдвигается, и поэтому возникают непонятные результаты. К примеру, несмотря на то, что регулярный месячный доход постоянно растет, 30-дневная скорость роста падает, потому что каждый день хуже по показателям, чем тот же день в прошлом месяце. Почему не стоит верить 30-дневным метрикам? Этот вид метрик может создать впечатление, что ваш бизнес развивается, но на самом деле данный аналитический инструмент практически исключает возможность реального сравнения данных и стирает зависимость между проведенной оптимизацией и имеющимися результатами. Это происходит из-за того, что для измерения скорости роста в каждый последующий день используются разные точки отсчета. Более того, в подобных отчетах кроме начальной есть еще и конечная точка. Она тоже постоянно смещается, а значит вы просто не можете выполнить сравнение, потому что не знаете, откуда начинают анализировать данные. Единственный способ корректно оценить показатели 30-дневной метрики – не иметь вообще никакого роста. Любое движение вверх или вниз лишь создает дополнительные проблемы. Также, используя такой подход, вы рискуете неверно определить причины изменения показателей. Если вы будете принимать решение, основываясь на ошибочных данных, все ваши действия будут бесполезны. Вы рискуете запутаться и упустить важную информацию. Когда вы не знаете, как изменились показатели за день или какие тенденции наметились в течение определенного периода, вы не поймете, какие действия оказались эффективными, а какие нет. Помните, что основная цель аналитики – предоставить четкую картину происходящего и помочь определить слабые места компании, или наоборот, вовремя воспользоваться выпавшим шансом для развития и усилить тот или иной канал, стратегию или решение. На этом пост видеоблога LPGenerator окончен. Если вам понравилось видео, поделитесь им с друзьями, подписывайтесь на наш канал и смотрите наши другие видеоматериалы. Высоких вам конверсий и всего хорошего!